Итак, друзья, всем добрый вечер. Сегодня у нас следующая лекция в рамках Шри, и поговорим мы с вами про React. Если бы меня попросили описать React тремя словами, то я бы сказал примерно вот так. Монтируй, демонтируй, обновляй. В этих словах, по сути, вся суть самого React. Мы будем рассматривать React 16.9. Если вы используете какую-то более старую версию, например, 16, то ничего страшного. Но если более поздние версии, например, 15 и ниже, то многие из тех методов, которые там доступны, сейчас уже будут задепрекечены. Мы посмотрим вначале на JSX в деталях, потом поговорим про компоненты, жизненный цикл и границы ошибок. Обсудим производительность и согласованность компонентов. Также поговорим про события в React, поговорим про ссылки, контекст, как работают порталы. И закончим все разговором про хуки. А также чуть-чуть поговорим про вспомогательные API и про мышление в стиле React, как это все работает. Ну, во-первых, начнем с того, за что же мы все-таки любим React. Во-первых, это бережное обновление дом. React за нас заботится, как он будет обновлять дом, что он сохранит, а что он перезапишет. Дальше это синтетические события. То есть, по сути, события в React – это уже кроссбраузерная штука, которая позволяет нам поддерживать универсальные события и на обработку видео, и на касание, и на все остальное. А также это JSX. По сути, JSX дает нам компонентный подход. Мы в одном месте собираем то, как обрабатывать данные, как изменять состояние и как обрабатывать события. Все эти три штуки вместе собирает JSX. React, в первую очередь, это просто библиотека. И мы сейчас начнем ваше погружение. Будет очень много информации. Если вы что-то не понимаете с первого раза, не переживайте, мы сейчас пролетим на сверхзвуковой скорости и за одну лекцию попробуем охватить весь React целиком. Просто попробуйте покрупиться информацией, собрать с каждого слайда, а потом дома пересмотрите презентацию и еще раз подумайте над тем, что увидели. Так у вас знания будут более цельными. Во-первых, когда мы хотим просто использовать React, мы можем взять его, загрузить со статики и получится полноценная библиотека. То есть мы загружаем два файла. Первый — это сам React, второй — это React DOM. Они разделены для того, что React может выполняться не только в браузере, но и, например, на мобильном устройстве. Поэтому сам движок React, по сути, он отделен от той части React, которая взаимодействует с домом. И мы точно так же можем через статику его загрузить и использовать в нашем коде. Либо же мы можем пойти еще дальше. Обратите внимание, здесь мы загрузили дополнительный скрипт. Это Babel. И, по сути, с помощью Babel мы можем использовать не просто саму библиотеку, а дополнительно JSX. Мы про это поговорим дальше. То есть, по сути, весь JSX — это просто обертка над React create element. Когда мы можем вообще не использовать JSX и писать все, по сути, через React create element. Это будет полноценный код. Мы передаем тот тег, который хотим создать атрибуты и внутренний контент. А React за нас создаст все элементы. Но это было бы писать так неудобно. Поэтому есть JSX. Это, по сути, обертка. Код, который вы видите вверху, Babel превратит, наоборот, тот, который написан внизу, Babel превратит его в то, что написано наверху. И это гораздо проще и удобнее. То есть мы видим сразу разметку, и она превращается в наш код. Теги JSX — это, по сути, просто обычные объекты. Когда мы видим вот такую штучку, это значит, что React просто создаст за нас объект. И дальше мы поговорим про элементы и компоненты, и чем они, собственно, отличаются. Что когда вы видите в React элемент, или слышите, или видите в статье, то это просто всего лишь узел дом. А компонент — это коробочка для элементов. То есть рано или поздно ваш компонент превратится в набор каких-то элементов, тегов HTML. По сути, здесь у нас есть обычный элемент — div с каким-то вложенным контентом. Но мы можем точно так же сделать коробочку. То есть, по сути, компонент, который рано или поздно отрисует какой-то набор HTML тегов. React за нас сам закрывает теги. Если мы пишем внутри JSX скрипт и input, нам не нужно беспокоиться о том, закрывающиеся они, это парный тег или одиночный. Мы просто, если ничего не хотим положить внутрь, мы пишем одиночный тег, добавляем дополнительный слэш, и React за нас все это закроет и превратит в валидный HTML. Как мы помним, скрипт — он всегда парный тег, то есть его нужно закрыть. А input — это одиночный тег, его можно не закрывать. Дальше поговорим про область видимости. Помните, мы смотрели на React, что это всего лишь библиотека. И JSX — это обертка над вызовом React Create Element. И поэтому React всегда должен быть в области видимости, когда вы используете ваш код. Потому что, когда мы видим div в вашем JSX, то нужно вспомнить, что этот div на самом деле бабелем будет или другим сборщиком, который вы используете, по сути транспилятором, будет преобразован в React Create Element. Поэтому React должен быть в области видимости, точно так же, как и компоненты, которые вы используете. Мы здесь пишем компонент, какой-то вложенный текст, и дальше React это преобразует в такую штуку. Поэтому надо запомнить, и React, и компоненты, которые мы используем, должны быть в области видимости. Все компоненты пишутся с большой буквы. Когда мы пишем компонент с маленькой буквы, то на самом деле это не компонент, а React думает, что это просто какой-то кастомный HTML-тег. Например, он эту штуку превратит просто в такой кастомный элемент компонента. Об этом надо помнить. И компоненты могут храниться внутри объекта. Здесь мы создаем какой-то компонентик в виде объекта. У него есть вложенный другой компонент. И когда мы хотим заиспользовать, мы пишем my component, доступ через точку, и что-то делаем дальше. Но если мы захотим использовать вычисляемые свойства, то этот код не заработает, потому что вот так не получится. React нас не поймет. Поэтому если вы хотите или собираетесь использовать что-то вроде похожих конструкций, то вам нужно либо заранее сохранить ваш объект, использовать, то есть по сути, использовать доступ к вычисляемому свойству до того, как вы используете JSX, либо же использовать доступ через точку. Следующая очень интересная тема – это когда JSX что-то возвращает. Во-первых, как вы помните, у функции в JS есть только один return. То есть мы за раз можем вернуть только одну штуку. С тегами и с JSX, то есть по сути, с объектами в React, такая же история. Если у нас есть какая-то страничка, и на ней есть шапка, футер и какое-то содержимое, и мы хотим все это вместе вернуть из одного компонента, то это придется обернуть в div. Но не задача. А что если нам этот div ни к уму, ни сердцу? Что он, если здесь лишний? То в этом случае мы можем воспользоваться встроенной в React штучкой фрагментом. Она, по сути, вернет из себя все, что там было внутри, но кроме этого она растворится. Ее, по сути, не будет. Так как этот элемент используется очень часто, и каждый раз такую штуку писать не очень удобно, есть сокращалка. Вот так вот, просто скобочки, и когда транспилятор будет превращать этот код в олидный реактовский, то эта штука отлично отработает. Потом JSX это всего лишь обычный JS. Что это значит? Когда мы пишем вот такую конструкцию, то, к сожалению, это не работает. Почему так происходит? Потому что интерпретатор джаваскрипта по умолчанию говорит return. После return ничего нет, значит, я там поставлю точку запятой и верну ничего, undefined. Если мы хотим, чтобы это работало, мы добавляем скобочки. Вообще в React и в JSX разметке скобочки постоянно используются, и не стесняйтесь их использовать, тогда ваш код точно будет работать, как вы ожидаете. Потом есть штучка такая, атрибуты. Это, по сути, то, что мы передаем внутри угловых скобочек. У нас есть какой-то компонент, и мы туда передаем два атрибута. Текст и цвет. И у компонентов это все провалится в волшебное свойство props. Мы оттуда сможем получить. А у элементов это превратится в HTML-разметку. Есть два исключения. Это служебные свойства k и ref. Они работают особенным образом. Про них мы тоже поговорим потом. И значит, когда мы используем атрибуты внутри JSX, мы можем использовать как одиночные, так и двойные кавычки. Разницы нет никакой. JS-выражение мы заключаем в фигурные скобки. И если мы хотим использовать какой-то логический атрибут, то мы можем его сократить просто до его имени. И React по умолчанию подставит это так, как будто мы в этот атрибут записываем логическое свойство. На основе атрибутов есть паттерн, по сути, проброс атрибутов. Что здесь происходит? У нас есть компонент, какой-то коробочка, внутри которой есть другая коробочка, кнопка. И мы свойства хотим пробросить куда-то внутрь. То в этом случае мы прямо вот так можем записать. Объектик, три точки, props. В этом случае JS возьмет свойства, распакует за нас. Но что делать, когда у нас какое-то свойство продублировано? То в этом случае победит тот, кто был последним. И в данном случае, если мы внутрь props прокинем еще одно свойство color, то победит то свойство, которое идет последним. Если бы мы поменяли деструктуризацию props и цвет, то победил бы цвет, который был указан последним. Также атрибуты могут быть у элементов. Они превратятся в валидную HTML-разметку. И, по сути, когда мы пишем атрибуты для обычных HTML-тегов, то мы используем common case. Class name, он превратится в class name, top index и так далее, но за исключением дата-атрибутов. Их мы пишем так же, как мы и привыкли писать в чистом HTML, через defice. Также мы можем указывать стили. Так как стили — это отдельный объект, мы указываем атрибут style именно у HTML-элемента. И дальше туда прокидываем объект, где все свойства пишем в common case и что-то им передаем. Пиксели можно не писать. То есть если мы что-то хотим указать в пикселях, они автоматически поставятся. Обработчики точно так же пишутся. Запросто мы пишем on, дальше имя события с большой буквы и указываем какую-то функцию. Про обработчики мы будем говорить дальше более подробно. Но если мы хотим сделать так, чтобы воспользоваться, по сути, интерпретатором браузера и передать туда какой-то кусочек текста, который мы хотим, чтобы превратился в HTML, то это не всегда безопасно, потому что там может быть какой-то текст, который мы не хотим, чтобы был исполнен. И поэтому перед тем, как это сделать, нужно как следует подумать. И разработчики специально добавили такую возможность. Но, как видите, сделать это не так просто. Нужно написать dangerously set in HTML и передать туда объект со свойством HTML2 подчеркивания. Он как бы прямо намекает, что лучше так не делать. И поэтому, если вы хотите это использовать в вашем коде, дважды подумайте. Также у JSX могут быть дочерние элементы. По сути, это тот вложенный контекст, который лежит между открывающей и закрывающим тегом. Мы туда можем передать какой-то текст. Внутри компонента эта штука преобразуется, по сути, в свойство props children. То, что мы передали там, оно будет лежать в props children. А если мы укажем какой-то вложенный текст для HTML элемента, то он превратится просто в текстовую ноду, которая будет лежать внутри. Также мы можем там указать любое JSX выражение. Именно выражение. Циклы, условные операторы там не подойдут, только выражение, которое подставится внутрь. И все строки, которые мы указываем в фигурных скобочках, они по умолчанию экранируются. Слева и справа, если мы используем пробелчики, наверняка вы создавали свой компонент кнопочки. Они схлопнутся. И поэтому, когда вы пишете что-то внутри, то вы можете особенно не беспокоиться. Ставите, вы пробелы, переносы строки. Все пробелы, которые находятся посерединке, они схлопнутся до одного пробельного символа. А то, что находится справа и слева, оно отбросится. То есть здесь вы видите, что первый дифчик, он по сути эквивалентен всему тому, что отрисовано дальше. По сути, React делает за нас много работы и позволяет не беспокоиться о том, что у нас где-то есть лишний пробел. Свойство Children, оно проставляется React. И в этом его особенная магия. То есть, по сути, когда мы кидаем свойства в наш компонент, мы считаем, что мы прокинули его сами. Но есть одно свойство, которое мы можем также использовать, также передавать. И кроме всего прочего, React устанавливает его за нас. Вот здесь у нас есть элемент ссылки. И мы внутри этой ссылки, внутри компонента, внутри элементика HTML, рисуем то, что прилетело в Props Children. И вы видите здесь ссылочку. И внутри, между открывающим и закрывающим тегом этого компонента, мы передаем два элемента. Какую-то картинку и просто текст. И, по сути, в Props Children прилетит массив, где будет два, две React сущности. И эта штука отрисуется внутри Children. По сути, внутри вложенного нашего компонента. Это очень удобно, когда мы хотим делать какую-то оберточку и передавать информацию внутрь. Но важно помнить, что это, по сути, не всегда массив. То есть, если мы ничего не передадим, то это будет не пустой массив, а undefined. И здесь важно не выстрелить себе в ногу. Если мы используем true, false, null или undefined, то они, по сути, не отрисуются. Это нужно будет для условного рендеринга, о котором мы поговорим дальше. Но здесь вы видите, по сути, div, пустой div, true, false, null и undefined. И все вот эти объявления, они совершенно эквивалентны. Паттерн условный рендеринг, по сути, основан на том, что у нас есть JSX-разметка, и в зависимости от определенного условия мы отрисуем либо одно, либо другое. Также мы можем использовать тернарный оператор, и в зависимости от истинности рисовать либо один компонент, либо второй. Также мы можем внутрь JSX в Children передать какой-то массив. Но в этом случае важно указать, что у него есть свойство k. Про него мы поговорим дальше. Иначе React выдаст вам предупреждение. И даже мы можем передать функцию. Смотрите внимательнее в этот код. Он немножко необычный. Что мы здесь делаем? У нас есть какой-то компонент, и мы в него принимаем свойства Children. из props берем его, деструктуризуем, и потом ему вызываем. То есть это может показаться странно, но тут ниже, когда мы вызываем, по сути, наш компонент, мы передаем ему внутри функцию. Это может выглядеть необычно, но этот код совершенно валидно работает. На основе такой необычной возможности на нем построен паттерн, по сути, render props. В предыдущем примере мы непосредственно использовали свойства Children, но это не всегда очевидно, поэтому в паттерне используется специальное свойство, props, куда мы передаем какую-то функцию. Эта функция вызовется внутри нашего компонента с каким-то значением, его отрисует. Когда React только развивался, этот паттерн был очень популярным, потому что он позволял строить гибкие компоненты. Сейчас он тоже популярен, но многие вещи можно делать гораздо проще. Теперь поговорим более подробно про компоненты. По сути, когда речь заходит про компонент, мы можем создать его на основе класса, либо на основе функции. Либо мы пишем класс, унаследуем его от React component, добавляем там какие-то методы, либо просто пишем функцию, у которой есть метод return. Либо же можем воспользоваться просто стрелочной функцией, которая вернет нам значение. По сути, функция, компонент на основе функции, это просто один-единственный метод render. Когда же мы пишем класс, то это метод render плюс жизненный цикл плюс state. Свойства props мы можем для класса использовать через this props, и все, что мы передадим через атрибуты в наш компонент, прилетит сюда. Для функции props – это единственный параметр этой функции. И дальше мы его используем, как хотим. Для того, чтобы это было более удобно, есть еще один паттерн – деструктуризация свойств. Он, по сути, заключается в том, что внутри нашей функции мы деструктуризируем свойства для того, чтобы лишний раз не писать props и сразу обращаться к тем элементам, которые мы хотим использовать. Если бы здесь мы не использовали деструктуризацию свойств, нам бы пришлось писать props href, props children, props target и так далее. Деструктуризация propsов позволяет наш код делать более простым и декларативным. И точно так же и у классов и у функций есть статические свойства. Это свойства display name, которые используются, как правило, при отладке и дебаге ваших компонентов. И default props. Если у вас какие-то свойства не заданы, то значение по умолчанию будет подставлено отсюда. Как правило, сейчас чаще используется значение по умолчанию, нежели чем default props, но в каком-нибудь коде вы можете встретить такую конструкцию и знать, что это просто значение для попсов по умолчанию. Таким образом, компоненты можно создавать через функцию или через класс. И у функций, и у классов есть свойства props, статические свойства display name и default props. Но только у классов есть state, по сути, state нашего компонента, методы жизненного цикла, про которые мы поговорим дальше. Жизненный цикл, он, собственно, состоит из трех больших этапов. Это монтирование, обновление и демонтирование. На каждом этапе есть, по сути, три фазы. Первая фаза — это фаза render. Это царство React, где он сам выбирает, что отрисовать раньше, что отрисовать позже. И, по сути, основная функция, которая здесь работает, — это функция render. Она должна быть чистой, то есть не иметь каких-то побочных эффектов. Дальше происходит, собственно, фаза коммита, когда мы уже готовимся отрисовать наш компонент. И здесь выполняется единственный метод — получить снапшот перед обновлением. Про него мы поговорим потом, и он, по сути, нужен для того, чтобы собрать какую-то информацию перед тем, как обновить наш компонент, ее как-то использовать. А дальше, после того, как компонент уже обновился, смонтировался, добавился в настоящий дом, мы можем вешать какие-то обработчики, что-то делать и взаимодействовать, по сути, с настоящим домом. На этапе монтирования, по сути, мы создаем компонент и вставляем его в дом. Все, больше ничего здесь мы не делаем. Первый метод, который здесь вызывается, — это конструктор. Потом есть такой метод — получить производное состояние из пропсов, метод рендер, компонент смонтировался, и все. Всего четыре метода вызываются на этом этапе, и мы начнем с метода конструктор. Конструктор нам, по сути, нужен для трех вещей. Он используется до того, как элемент смонтирован в дом. И если мы хотим его использовать, то мы обязательно должны использовать классовый компонент и обязательно нужно вызвать конструктор наследника. Даже если мы не используем пропсы, то мы, по сути, вызываем конструктор React компонент и прокидываем туда то, что прилетело в конструктор. Дальше мы можем сделать три вещи. Первое — это инициализировать состояние, создать ссылки, если мы хотим их как-то использовать, и привязать обработчики. Для каких-либо других действий вам конструктор не потребуется. Только для вот этого. Дальше — получить производное состояние из пропсов. По сути, это такой специальный метод, который вызывается перед рендером. И он нужен нам для того, чтобы как-то изменить стейт в зависимости от того, что сейчас лежит в пропс. Он возвращает объект, который, по сути, смержится с текущим стейтом, сольется в одно целое. Или null — когда ничего обновлять не надо. Если вас этот метод пугает, тем более то, что он статически выглядит немножко странно, не удивляйтесь. Скорее всего, он никогда вам не потребуется. Про это есть замечательная статья в блоге React, и в большинство случаев, когда вы думаете, что он вам нужен, на самом деле нет. Это можно решить другими способами. Следующий способ — рендер. Это, собственно, рабочая лошадка React, на котором все основано. Он занимается только отрисовкой. Никакой логики, никаких вычислений, только отрисовка компонента. Это, по сути, чистая функция, которая зависит от двух штук. Первый — это пропс, второй — стоит больше ничего. Он, по сути, возвращает какой-то элемент, массив, фрагмент. Может возвращать true, now, undefined, которые в внешних компонентах не отрисуются. Число, строку, либо магическую штуку — портал. Про нее мы поговорим потом. И дальше компонент смонтировался. Это такая штучка, которая вызывается после того, как только мы наш компонент вставили в дом, и он уже установился. Он нужен для того, чтобы мы как-то могли повзаимодействовать с уже с домом, либо сделать AJAX-запросы. У него есть маленькая хитрость. Внутри него мы можем вызвать setState. Один раз. И, по сути, это приведет к перикаковой-то конфигурации дома и дополнительной перерисовке. Но React это скроет, и пользователь не увидит эту перерисовку. Иногда такое может быть пригодится, так что знайте про эту возможность. Следующий этап жизненного цикла — это обновление. По сути, React заботится о том, чтобы бережно обновлять дом. И если у нас откуда-то сверху props или state не изменились, то он старается свести к минимуму все перерисовки. И здесь есть такой метод на этапе, который вызовется получить производное состояние из props. Когда мы вызываем, он снова вызовется. Про него мы говорили раньше. А также метод shootComponentUpdate. Потом снова вызовется метод render с нашими новыми обновленными состояниями. И getSnapshotBeforeUpdate. Про первый метод мы уже говорили, и про render тоже. Поэтому более подробно разберем третий и четвертый. А также компонент didUpdate. По сути, shootComponentUpdate – это такая штука, которая говорит нам, вот сейчас state и props как-то поменялись. И мы можем сами, основываясь на своей логике, сказать, перерисовывать этот компонент или нет. По сути, он вам потребуется тогда, когда вы хотите как-то соптимизировать ваше приложение, чтобы не было перерисовок. В него прилетают два параметра. Следующие props и следующий state. А текущее состояние и текущие props хранятся в this props и this state. И он, по сути, возвращает true, когда нужно вызвать рендер и какие-то другие методы жизненного цикла, чтобы перерисовать, обновить наш компонент. Либо false, когда рендер не требуется и нужно, по сути, ничего не делать. Дальше получить snapshot перед обновлением – это метод для того, чтобы как-то собрать информацию из нашего текущего компонента и ее использовать. Как правило, мы, например, можем получить состояние прокрутки или что-то в этом духе. Он получает предыдущие props и предыдущий state и возвращает любое JS-значение, кроме undefined, иначе вы получите предупреждение от реакта. И, по сути, то, что мы получим отсюда, мы отправим третьим параметром в компонент didupdate. Если вам нужно как-то собрать информацию из вашего компонента, то вы ее именно здесь используете, собираете и дальше возвращаете. И эта информация будет доступна в компонент didupdate. Здесь вы также можете взаимодействовать с DOM и AYAG запросами, либо же третьим параметром вы можете получить ту информацию, которая прилетела к вам из предыдущего метода. Здесь также используются дополнительные взаимодействия с DOM, дополнительные запросы AYAG, которые нужно сделать после обновления. И точно так же здесь можно вызвать метод setState, но учтите, что он приведет к дополнительной перерисовке. И если вы это будете делать не по условию, то ваш компонент зациклится и будет перерисовываться, по сути, бесконечно. Но React гарантирует, что если вы один, два, три раза это сделаете, то пользователь не увидит этих перерисовок. И важно помнить, что по сути метод вызывается только после обновления. Первый раз, когда элемент смонтирован и добавлен в DOM, вызовется метод только component didupdate, вызовется только после обновления. Но и заключительный этап – это демонтирование. Здесь все просто. Компонент сейчас вот-вот будет удален из DOM и уничтожен. Есть единственный метод жизненного цикла – это component will unmount. И по сути он нужен для того, чтобы мы как-то освободили ресурсы. Например, мы можем отписаться от нативных обработчиков, очистить таймеры и закрыть какие-то открытые соединения, если мы их открывали. И важно помнить, что если мы используем какие-то нативные обработчики реакта, которые мы повесили сами внутри, то от них отписываться не надо. Реакт это сделает за нас. А нам нужно отписаться только от того, что мы использовали сами. Например, где-то в своем коде сами писали там window, add event lister и так далее. Снова посмотрим на эту картинку. Там будут ссылочки, где вы сможете посмотреть это все, покликать и разобрать более внимательно. Но по сути все. В реакте больше нет методов жизненного цикла. Если вы когда-то думали, что это какая-то сложная, непонятная штука, на самом деле нет. Мы быстренько прибежались, и теперь вы гораздо лучше представляете, как эта штука работает. Вот. Есть отдельная история про API работы со state. Тут есть два метода. SetState и ForceUpdate. Как правило, в современных приложениях они используются редко, потому что где-то у вас подключен Redux или MobX. Но если вы используете обычный React, то там это вполне удобные и законные свойства для того, чтобы обновить state. В начале, когда у нас компонент только рисуется, у него должно быть какое-то начальное состояние. И это состояние выставляется в конструкторе. Мы, по сути, пишем this state и присваиваем туда объект. Это единственное место, где мы непосредственно можем писать state без вызова метода. Либо мы можем использовать вместо конструктора публичное свойство. Это новый синтакс, и он, по сути, является более удобным. Нам в конструкторе ничего не нужно, кроме инициализации state. И мы просто здесь используем свойства и присваиваем ему объект. Во всех остальных местах мы можем взаимодействовать со state исключительно через setState. И больше никак. И, по сути, это единственный способ, ну, в чистом реакте, менять состояние. И это больше похоже не на приказ, а на просьбу. Потому что реакт, он сам за нас выберет тот момент, когда обновить компонент. И, по сути, каждый раз, когда мы вызываем setState, это приводит к перерисовке. Ну, кроме тех случаев, когда мы переопределили should component update или используем чистые компоненты. Про это мы поговорим тоже чуть дальше. И в данном случае мы представим, что где-то внутри компонента мы установили state. И дальше где-то в методе мы вызываем новый setState. Обратите внимание, у нас в объекте два свойства value и текст. Но в setState мы передаем объект только с одним свойством. То в этом случае реакт, по сути, возьмет эти два объекта и склеит в одну штучку. И если мы какое-то свойство не указали, то оно, по сути, останется без изменений, а те указали, когда они, по сути, затрут другие. То есть он как будто склеит эти объекты. И setState – это, по сути, единственный способ, когда мы хотим его использовать, то нам как-то нужно узнать то состояние, которое было до этого. И после того, как мы наш setState установили, новое состояние мы сможем узнать только в component didUpdate. Мы установили state, оно обновилось, и в component didUpdate мы уже можем работать с новым state. либо же, если нам нужно как-то получить наше состояние другим способом, мы можем использовать callback. Например, внутри setState мы передаем первым аргументом объект, вторым callback. Такой код, он вряд ли вам потребуется, но в редких случаях может быть вам нужно после обновления состояния что-то сделать. Вы можете это сделать либо в component didUpdate, либо в этом callback. В этом случае вы уже точно знаете, что React установил это свойство, и по сути это состояние будет актуальным. И с помощью setState можно получить доступ к предыдущему состоянию, если ваше состояние как-то зависит от того, что было раньше. То в этом случае мы используем в setState callback. Мы передаем функцию, у которой есть два параметра state и props. И по сути то состояние, которое прилетает туда, это предыдущее состояние и предыдущие props'ы. И на основе их мы можем сконструировать наше новое состояние и получить, собственно, то, что мы и ожидали. Дальше есть метод forceUpdate, который в любом случае приводит к перерисовке компонента. И он проигнорирует shootComponentUpdate и pureComponent, если мы их используем. И по сути мы можем, например, написать такой код, он будет немножко странным, но мы всегда запрещаем обновление компонента через shootComponentUpdate. А когда нам нужно точно его перерисовать, когда мы решили и точно приняли решение об этом, то мы вызываем forceUpdate. Такая вот API у React про работу со state. Дальше интересная тема это граница ошибок. React, он работает по очень простому принципу все либо ничего. Если вы где-то допустили ошибку и у вас что-то ба-бах и сломалось приложение, то по сути все поломается и приложение перестанет работать. Но граница ошибок позволяет сгладить эту ситуацию. По сути граница ошибок это компонент, у которого есть один или два метода жизненного цикла. Вот такой вот. Получить производное состояние из ошибки. Либо же компонент что-то поймал. По сути вот так вот выглядит ваш код. У нас есть какая-то граница ошибок и дальше может быть либо ваш какой-то компонентик, который не очень безопасный, либо же можно в границу ошибок обернуть все ваше приложение. И они чем занимаются? Что ловят ошибки дочерних элементов, показывают какой-то fallback UI. То есть если что-то пошло не так, то по-хорошему было бы здорово пользователю сказать об этом. И именно этот fallback UI они помогут вам показать. И могут что-то залогировать дополнительно. И где-то вот внутри компонента error boundary мы могли бы определить следующие методы. То есть в первом случае статический метод нам нужен для того, чтобы как-то изменить state. Он получает ошибку, может ее как-то проанализировать и возвратить кусочек нового состояния, который будет свидетельствовать о том, что ошибка произошла. Компонент didcatch это по сути просто функция, которая вызывается, когда произошла ошибка. и предназначена для того, чтобы что-то залогировать. Ну и точно так же внутри метода render мы можем проверить наш state и если там что-то пошло не так, то мы показываем соответствующий fallback UI. То есть, грубо говоря, статический метод нужен для того, чтобы как-то изменить состояние в зависимости от ошибки. Компонент didcatch нужен исключительно для логирования каких-то побочных действий. Например, отписаться от обработчиков или что-то в этом духе. А render в зависимости от state показывает fallback UI. Здесь, собственно, написано то, что мы обсудили несколько секунд раньше. По сути, статический метод это чистая функция. Все логирование мы выносим в компонент didcatch и он возвращает объект, который будет замержен состоит. Компонент didcatch это именно наше логирование и все побочные эффекты. Взаимодействие с домом, отписка от обработчиков и все такое. И второй параметр, который сюда прилетает, это не что иное, как stack trace. Вы можете его как-то посмотреть, проанализировать или залогировать. И границы ошибок не идеальны. Некоторые штуки они игнорируют. Если внутри компонента произойдет ошибка, то, конечно же, он ее не поймает, если только вы не обернете его еще в одну границу ошибок. Также у них есть обработчики, могут быть, и если внутри обработчика произойдет какая-то ошибка, то есть это будет асинхронный код, то он тоже так и точно так же не поймается. И в этих случаях нужно добавлять дополнительные обработчики исключений в сами обработчики событий. Если ошибка где-то произошла асинхронно, то она также здесь не поймается. Вот. И точно такая же история с сервер-сайт-рендерингом. По сути, граница ошибок это история только для клиента. Если что-то пошло не так при серверном рендеринге, то эту ошибку они тоже не поймают. Компонентов бывают очень много разных. Я выделяю четыре основных класса. Первый — это компоненты высших порядков. Это, по сути, компонент, в котором хранятся другие компоненты. Этот паттерн, он очень активно используется в разных приложениях. То есть, по сути, когда мы хотим в один компонент сложить другие компоненты, как это рисовать, это у вас будет компонент высших порядков. Более подробно мы поговорим про них во второй части нашей лекции и вы встретитесь с ними в разных приложениях. Дальше это Stateful и Stateless компоненты. Здесь, по сути, само название говорит само за себя. Это компоненты с состоянием и без. Есть контролируемые и неконтролируемые компоненты. Когда речь заходит про формы и про различную обработку форм, то если мы полностью храним то, что пользователь ввел формочку или что-то еще внутри реакта, то это, по сути, контролируемый компонент. Но если же это состояние хранится внутри HTML, и мы его берем только при нажатии, например, на кнопку или на что-то еще, то в этом случае компонент неконтролируемый реактом и, по сути, является такой HTML-штукой, а сам реакт он проверяет на какие-то определенные события состояние этого элемента. И также компоненты могут быть умными и глупыми. Если вы читали статью Дэна Абрамова про редакс и про декомпозицию на разные компоненты, то вам это наверняка знакомо. Здесь, по сути, история заключается в том, что мы разделяем наши компоненты на те компоненты, которые глупые. Они ничего не знают про состояние, они просто что-то отрисуют. И есть умные компоненты, которые знают, что есть какое-то состояние, могут взаимодействовать как-то с редаксом и использовать какую-то более сложную логику для того, чтобы по сути передать какое-то новое состояние или статью глупые компоненты его отрисовать. Теперь важная тема это производительность. По сути, здесь какая история, что мы стараемся использовать как можно больше стейтлес компонентов, у которых нету состояния. За счет этого они зависят только от пропс. И за счет этого мы можем их очень просто оптимизировать. Также есть специальная обертка ReactMemo. Это функция, которая поможет нам соптимизировать наш код. Про нее поговорим дальше. И рабочие лошадки это по сути ShootComponentUpdate и PureComponent. Они очень классно работают, когда наш компонент зависит только от пропсов. И эти пропсы они неглубокие. То есть по сути мы можем как-то их сравнить и на основании этого принять решение о том, что хотим мы перерисовать наш компонент или нет. ReactMemo это такой способ сделать мимоизацию. Когда вы слышите слово мимоизация, то это не про мемасики. Это про то, что компонент или функция запоминает то, что он был вызван раньше с какими-то параметрами. В данном случае у нас есть компонент, который зависит от своих свойств. и в данном случае использует только один текст. И если мы используем ReactMemo и передадим значение текст, например, какой-то произвольный текст, и попробуем передать этот текст второй раз, то он запомнит, что такой текст ему уже передавали и скажет нет, такой текст уже вот отрисован, не нужно перерисовывать, и это будет ваша небольшая оптимизация. Если же нам нужно какое-то более глубокое сравнение, например, мы передаем в качестве какого-то элемента пропса объект, каждый раз этот объект будет новым и он будет приводить к новой перерисовке, то чтобы учесть эту логику, мы можем передать дополнительную функцию в ReactMemo и внутри нее реализовать нашу собственную логику, где мы будем наш глубокий state как-то анализировать те пропсы, которые прилетели туда, и в зависимости от этого возвращать true, когда перерисовка не требуется, и false, когда надо перерисовать компонент. Основной метод это shootComponentUpdate. Чаще всего используется именно он, он возвращает false, когда перерисовать ничего не нужно, и в иных случаях, когда он возвращает true, нам перерисовка нужна, по умолчанию он не реализован. Мы можем его сами написать руками, и в данном случае наш компонент никогда не перерисуется, потому что он всегда возвращает false. он по сути нужен для того, чтобы сравнить наше состояние и решить, надо что-то перерисовать или нет. И так как этот кейс очень частый, есть специальные компоненты на основе такой логики, что у нас есть чистый компонент, который за нас уже верхнеуровнево сравнивает, что мы передали туда. И по сути чистые компоненты это такой способ сэкономить на собственной реализации shoot component update. В данном случае, если мы воспользуемся не просто React компонент, а возьмем pure component, то он как будто за нас реализует сам метод shoot component update с неглубоким сравнением. И те свойства, которые мы передадим туда, он сам за нас сравнит и решит, если они не поменялись с предыдущего запуска, то перерисовка не будет выполнена. Если бы мы это не использовали, то он бы перерисовал компонент. Поэтому shoot component update, pure component update, они любят неизменяемые данные. По сути, за счет того, когда мы используем неизменяемую структуру данных, она каждый раз является новой. И если мы используем объект и передаем ему в качестве свойства, то каждый раз, когда мы будем передавать новый объект, это будет приводить к перерисовке. Но если мы воспользуемся неизменяемой структурой данных, то каждый раз этот объект будет как будто тем же самым. И эта штука не приведет к дополнительной перерисовке. Здесь, как правило, используются дополнительные библиотеки, например, иммер и иммутабл.js, они позволяют из коробки достаточно эффективно использовать свои собственные реализации неизменяемых структур данных и сделать вашу логику приложения проще. Все это нужно для того, чтобы React мог использовать механизм, который называется согласование. И это та вещь, за которую мы собственно его и любим. Согласование это способ решить React, как нам обновить наше дом-дерево, нужно ли нам сделать дополнительную перерисовку или нет. Он работает таким образом. Каждый раз, каждый раз, вызывая метод render, мы рисуем по сути вызов, строим новое дом-дерево. И React должен между разными вызовами. Мы вызвали компонент один раз, что-то отрисовали, и потом вызываем второй раз. Там что-то поменялось, и React должен сравнить и решить, что нужно обновить, а что нужно полностью перерисовать. Если мы напишем алгоритм, который будет так работать, то он будет достаточно неэффективным, то есть он будет иметь кубическую сложность. Но React использует эмпирические предположения, которые работают за линейное время. И он основывается на следующем, что два разных типа элемента создают разные деревья, и разработчики могут указать стабильные дочерние элементы через кей. Сейчас расскажу более подробно, что здесь имеется в виду. Например, если у нас есть разные типы, то они заменятся полностью, а у одинаковых элементов просто обновятся атрибуты, а у одинаковых компонентов пропсы. И дальше произойдет рекурсивный обход нашего дерева. вот тут посмотрим. У нас есть старое дерево, которое было вызвано при предыдущем вызове метода render. А здесь мы хотим построить новое дерево. И мы в него в конец добавляем один единственный элемент. То есть здесь React попробует сравнить рекурсивно эти деревья и увидит, что они изменяются только одним последним элементом. И первое дерево он по сути оставит без изменений и только в конец добавит один элемент. Это очень быстро и эффективно. Но если мы попробуем поменять порядок и добавим в начало React зайдет туда и увидит первый элемент отличается все значит все что находится внутри нужно перерисовать. Такая ситуация она очень распространенная и чтобы здесь добавить оптимизацию и не вызывать дополнительные перерисовки мы можем воспользоваться свойством кей. Это по сути уникальная айди который говорит React вот смотри на самом деле те элементы которые были на прошлом месте они просто сместились и в этом случае когда мы поставим свойство кей реакт увидит опа что кей он просто сместился дальше а нулевой элемент это новая штука и в этом случае он только добавит первый элемент а все остальные оставят без изменений кей это уникальный айди на все элементы компоненты которые мы рисуем внутри в виде массива мы обязательно должны повесить кей потому что тогда React не будет знать как их перерисовать грамотным образом и есть несколько случаев когда мы можем использовать не уникальную айди как правило в данных наших исходных есть какая-то уникальная айди если мы рисуем таблицу или что-то еще но если ее нету то айди можно не использовать а в качестве нее например использовать индексацию в массиве это список который все время одной длины порядок элементов всегда один и у элементов нету айди если все три условия выполняются то в этом случае мы можем упустить наш кей и не использовать его в качестве какого-то уникального айди а взять просто например индекс нашего элемента более подробно можете почитать статье там с примерчиками все показано когда это работает хорошо когда не очень а теперь поговорим про синтетические события это очень удобная обертка реакта которая позволяет в разных браузерах использовать события своего рода кроссбраузерного образом то есть это как будто уникальный универсальный полифил для разных событий он поддерживает pointer events touch events как вы помните на разных платформах разные события могут поддерживаться могут не поддерживаться если вы хотите и то и то использовать там то вам скорее всего потребуется полифил либо react который и то и то реализует внутри себя также там есть медиа и events и много-много-много что еще каждый раз когда мы регистрируем обработчик мы указываем он плюс имя события в этом случае мы поймаем наше событие на этапе всплытия если мы хотим поймать наше событие на этапе погружения то мы можем к имени события добавить capture у большинства событий мы можем и на фазе погружения и на фазе всплытия их поймать просто добавив дополнительное слово по сути когда мы хотим поймать на всплытие мы пишем просто он имя события а когда хотим и на погружение мы просто добавляем capture к нашему событию они реализованы немножко необычным образом по сути каждый раз когда мы работаем с событиями мы имеем дело с объектом который будет зануляться то есть думайте об этом как будто у реакта есть только один объект который он каждый раз переиспользует при обработке событий если мы попробуем обработать события и где-то потом в асинхронном цикле или в асинхронной операции обратиться к этому то мы получим now потому что этот объект события он единственный и реакт его занулит если же нам нужно как-то его дополнительно использовать например передать там наше событие в set state или что-то еще то мы можем либо достать данные из события либо вызвать встроенный метод который по сути вернет этот метод сделает это событие достанет его из пула и не будет его занулять мы можем использовать наши обработчики при обработке самых разных событий но здесь есть нюанс если мы хотим связать this с нашим обработчиком то мы сможем сделать например таким образом внутри нашего обработчика нам нужно использовать контекст и в этом случае мы используем стрелочную функцию и внутри нашего компонента она запомнит то что стрелочная функция вызывается внутри данного класса и this будет привязан но такой код он не совсем хороший потому что каждый раз при перерисовке будет создаваться новая стрелочная функция и это будет приводить к дополнительным перерисовкам мы можем попробовать другой способ через bind или через два двоеточия вы может быть встречали такой синтаксис это по сути сокращалка для вызова bind и код в верхней строчке и в нижней они по сути эквивалентны но задачу с оптимизацией это не решает эти способы плохие потому что каждый раз они будут создавать новую функцию и переводить к перерисовкам поэтому мы можем этот процесс оптимизировать например использовать bind внутри конструктора и сохранить нашу функцию с привязанным контекстом в виде какого-то свойства и это свойство будет каждый раз одно и то же при перерисовке функции либо же использовать экспериментальный синтаксис в виде публичного свойства класса и сохранить туда функцию в этом случае у нас по сути эта штука будет запоминать то где у нас создан как создан наш объект и помнить его контекст теперь мы двинемся дальше и рассмотрим несколько дополнительных тем первая тема это ссылки у нас как мы помним props это единственный способ взаимодействия нашего компонента с потомками но иногда нам хочется как-то управлять фокусом выделением текста и чего-то еще мы можем только сверху вниз прокинуть в props новое свойство но нам хочется достать что-то изнутри и для этого нам на помощь приходят ссылки перед тем как их использовать снова нужно как следует подумать потому что если мы хотим в качестве примера в диалог выбирать хотим мы показать этот диалог или нет то мы это можем просто сделать через обычное свойство props и может быть ссылки нам не потребуется но если все-таки мы решили что мы будем использовать ссылки то мы можем использовать их либо в конструкторе либо в качестве публичного свойства мы вызываем метод react create ref и он создает нашу ссылочку либо же мы можем эту штуку сделать непосредственно в рендере но это не самый эффективный способ и дальше когда мы хотим использовать нашу ссылку мы внутри элемента пишем атрибут ref и пишем нашу ссылку которую мы передаем извне либо же если мы эту ссылку вешаем на компонент то мы тоже ее можем передать ссылки они обновятся до того как компонент будет смонтирован или обновлен и мы сможем получить доступ к нашей ссылке к тому элементу на который повешена ссылка через свойство current и дальше это свойство current будет являться настоящий дом надой с которым мы можем как-то взаимодействовать или же если мы повесили ссылку на классовый компонент то это будет ссылка на react компонент у которого мы можем вызвать какой-нибудь публичный метод но на функциональные компоненты вешать ссылки нельзя если вы хотите вызвать вы можете повесить ссылку на классовый компонент но не на функциональный и иногда возникает желание взять и пробросить ссылки что это за ситуация когда у вас есть один компонент второй компонент третий и вы хотите ссылку через один компонент пробросить вниз использовать ее там то можно использовать проброс ссылок он работает двумя способами мы можем пробросить ссылку через свойства либо же использовать forward-ref это такая специальная сокращал к в данном случае мы решили пробросить ссылку через свойства у нас есть функция как мы помним функциональные компоненты они не могут принимать ссылки вешать их на себя мы просто указываем у нее property свойства forward-ref и передаем в нее внутрь ссылку и наша функция уже где-то внутри себя эту штуку может повесить на свой элемент и внутри компонент did update мы эту штуку можем заиспользовать либо же мы можем использовать forward-ref данный метод отличается от предыдущего одной единственной вещью что мы на функциональном компоненте можем непосредственно указать ref то есть мы оборачиваем нашу функцию forward-ref и когда ее вызываем вот тут внизу мы можем писать непосредственно ref без этой штуки это была бы ошибка потому что на функциональный компонент мы не можем вешать ссылки а в данном случае это обертка позволяет использовать функциональные компоненты ссылками точно так же как классовые и дальше есть такая продвинутая штука как ref callbacks это когда в качестве ссылки мы передаем какую-то функцию такой подход потребуется вам в том случае когда вы захотите очень гибко работать с тем собственно компонентом с тем элементом дом над и на который повесила ссылка здесь важно обратить внимание что мы уже не используем свойства current а наш наша ссылка по сути является непосредственно тем элементом который мы обрабатываем следующая дополнительная тема это контекст он нужен для того чтобы передать данные минуя несколько уровней вложенности у нас есть большая иерархия компонентов и где-то внутри мы хотим что-то перерисовать но если это передавать постоянно по дереву то это будет очень долго и неудобно поэтому мы можем как-то передать данные минуя вложенность либо использовать какие-то глобальные данные которые как правило являются локализации темы либо авторизации прокидывать их через наше дерево данном случае контекст работает очень просто мы создаем контекст это объект у которого есть провайдер и консюмер то есть по сути поставщик и получатель и провайдер он получает какое-то свойство а где-то 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 внутри поставщик он ждет когда прилетит к нему это свойство и как только она прилетела он видит опа свойство изменилось значит нужно как-то перерисовать наш контекст и в зависимости от того значения уэлью которая туда прилетит он что-то перерисует эту штуку очень удобно использовать когда вы хотите что-то по сути как будто телепортировать через ваше дом дерево а портал это наша следующая тема они дают очень простую и удобную возможность когда мы хотим один элемент отрисовать за пределами его дом над и как будто у нас есть дом дерево она глубокая вложенная но тут мы решаем что мы где-то снаружи хотим отрисовать по папке или всплывающее окно то здесь порталу приходит на помощь они вызываются через react дом create портал и дальше просто прокидываются тот компонент который мы хотим отрисовать и дом надо на которой будет произведена эта отрисовка у порталов есть замечательная особенность что они дают нам возможность по сути забыть о том что на самом деле портал находится где-то изне порталы они сохраняют то порядок который был указан внутри реакта если вы внутри реакта указали что компонент модального окна указан внутри вашего компонента то все события которые будут там находиться они будут всплывать постепенно несмотря на то что портал в доме будет находиться где-то еще при использовании этой штуки важно помнить всякие требования по общей доступности что если вдруг вы что-то отрисуете в другом месте попробуйте нажать тап то вы можете получить не то поведение которое вы аж бы ожидаете и соответственно контекст точно так же как и события с порталами будет вести себя так как будто портала не существует так как будто ваша логика в реакте соответствует тому чтобы отрисовано в доме несмотря на то что физически ваша надо находится за пределами того места в доме где нарисован портал и еще есть такая штука как react вазе и react suspense это способ динамически загрузить компоненты у нас есть react вазе и мы импортируем туда какой-то компоненте который мы хотим лениво загружать например какая-то менюшка или всплывающее окно который мы хотим показать не сразу а только на определенное действие пользователя и они всегда работают в паре мы используем react suspense указываем свойства фалбек это тот компонент который будет показываться пока первый компоненте загружается а внутри него мы указываем тот компонент который загружается лениво и каждый раз когда мы рисуем этот компонент он показывает нам фалбек данном случае спиннер который крутится 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 и как только наш компонент отрисуется он его покажет нам неважно сколько компонентов внутри если их там два три четыре больше фалбек будет показываться до тех пор пока все компоненты не загрузится эта штука прекрасно работает но там есть некоторые нюансы серверным рендерингом который про который мы поговорим во второй части вот они работают только в паре по сути используют promis если вы работаете с браузером где promis они поддерживаются то вы можете заиспользовать полифильчик либо же добавить что-нибудь еще от себя вот и они не поддерживают как бы они поддерживают сервер сайт рендеринг но это не совсем тривиальный способ эту штуку подружить сервер сайт рендеринг и следующая тема куда мы пойдем это хуки собственно вся фишка истории хука в том что когда мы начали писать классы а потом появились функции все заметили что функцию гораздо проще писать чем класс но функция это только метод рендер по сути чистая функция и многих вещей которые есть классах здесь не хватает а хуки эту проблему решили они добавили возможность классов внутрь функции и как мы помним наши функциональные компоненты это просто функция метод рендер она принимает какие-то пропсы и что-то рисует у нее есть особенности то есть это просто метод рендер у нее есть props который прилетает нету стоит нет методов жизненного цикла и нет никаких побочных эффектов то есть это чистая функция но хуки они это поведение меняют целиком это функция вместе с хуками по сути функциональный компонент это отдельный метод рендер который получает те же самые props и но у него есть доступ к стоит у него есть управление жизненным циклом у него есть побочные эффекты как так и как эта штука работает на самом деле никакой магии в первую очередь как мы помним в реакте все нужно импортировать точно так же как мы импортируем в реакт также мы импортируем хуки их на самом деле не так много но здесь мы импортируем только один хук юстейт и внутри нашей функции мы используем пишем своего рода счетчик и вызываем хук юстейт передаем ему начальное значение получаем текущее состояние и callback для изменения состояния можем эту штуку внутри функции заиспользовать отобразить сколько у нас выкатилось релизов и добавить дополнительный обработчик на то чтобы увеличить релиз на единичку хуки надо импортировать это важно и теперь сравним эту штуку с классами по сути они покрывают силу функциональность которые есть классов кроме get snapshot before update и компонент did catch все остальное все другие методы жизненного цикла они позволяют заиспользовать но даже вот эти методы которых там сейчас нету возможно скоро появится и когда вы в новом проекте думаете вот у вас все написано на классах а тут есть такие классные крутые хуки что же использовать то здесь рекомендуется то что вы написали на классах оставить как есть а новые фишки писать на хуках они дают нам полную обратную совместимость если у вас есть компоненты на классах и компоненты на хуках то они совершенно практически там за исключением нюансов работы состоит они совместимы с собой их можно использовать по сути старое оставляем а новые пишем на хуках они достаточно здорово влияют на популярные api и такие часто используемые библиотеки как redax и react router они добавляют дополнительные новые хуки которые позволяют эти возможности использовать виде хуков старое поведение остается а новое добавляется в виде хуков и теперь мы начинаем наше погружение всего зоопарке хуков есть два хука работы состоит use state и use редюсер есть хук для работы с жизненным циклом это use эффект use layout эффект они практически про одно и то же отличаются одной штукой про которую поговорим дальше два хука для оптимизации use callback и use mema хук для передачи контекста use context и для работы ссылками тоже есть два хука а также дополнительный хук для отладки в devtools вот ну и конечно есть неограниченный зоопарк ваших собственных хуков которые вы сможете закодить уже сегодня вечером у хуков есть два правила которые всегда надо соблюдать в первую очередь их можно использовать только на верхнем уровне так как мы пишем функцию то у нас иногда может появиться соблазн написать и в какое-то условие мы используем хук либо не используем так делать нельзя потому что реакт полагается на порядок вызова хуков и поэтому их всегда нужно безусловно вызывать все время и их можно использовать только внутри реакт функции это может быть либо функциональный компонент либо ваш пользовательский хук который представляет тоже обычную функцию первые два хука которые мы посмотрим это use state и use reducer use state он работает очень просто он получает начальное состояние и возвращает массивчик из двух элементов первое это самый последний актуальный стоит и дополнительная функция для изменения этого состояния обратите внимание что мы здесь написали use state и state и set state это такое соглашение об именовании если у нас хук мы хотим например заиспользовать наш пользовательский хук который внутри себя использует use state то нам было бы здорово его назвать например use user и потом сайт юзер и собственно юзер дальше внутри state это то состояние которое мы получили и деструктуризировали из хук это самое последнее актуальное состояние с этой функция для обновления нашего хук и установки нового состояния и initial state это начальное состояние в качестве начального состояния может выступать любой литерал или объект если мы вспомним наши классы то там в качестве состояния всегда был объект с разными свойствами то здесь за счет того что мы можем использовать несколько хуков состояния мы можем просто использовать отдельные литерал чеки то здесь мы просто в качестве состояния можем установить число строку либо объект Если же мы устанавливаем в качестве начального состояния объект с двумя свойствами и потом вызываем setState и устанавливаем туда новый объект, то в отличие от setState в обычном реакте, он полностью перезатрет этот объект. То есть каждый раз, когда вы используете хуки и вызываете setState, тот объект, который вы перейдите туда, целиком перезатрет текущее состояние. Простейший случай, когда нам нужно использовать предыдущее состояние, мы в setState передаем функцию, которая получает состояние, его как-то читает и возвращает новое. Если же у нас состояние более сложное, которое состоит не из чиселки, а из какого-то объекта, то мы, например, можем воспользоваться деструктуризацией объекта, получать старое состояние в виде объекта, деструктуризировать его и возвращать новый объект. Вот тут в данном случае у нас изменилось состояние, и мы хотим изменить статус. То мы деструктуризируем объект и старое свойство статус заменяем новым. Мы можем сложное состояние, которое обычно раньше хранилось все время в большом комплексном объекте, разделить на несколько маленьких. Например, у нас есть наши данные и что-то еще. То мы используем hook useState и создаем дополнительно, получаем из нашего состояния статус и функцию для установки статуса state и setState. Потом снова внутри этой же функции используем hook, снова useState, но уже для других данных. И получаем data и setData. То, по сути, это разные способы взаимодействия с нашим состоянием. Hook дает нам возможность декомпозировать большое сложное состояние на много маленьких. И они также поддерживают ленивую инициализацию. Если нам нужно выполнить какие-то дополнительные действия, что-то посчитать, то в useState в качестве единственного аргумента мы можем передать функцию, которая что-то посчитает и что-то оттуда вернет. А функция hook useReducer потребуется в том случае, когда наше состояние какое-то более сложное. Когда мы используем несколько значений, либо состояние зависит от предыдущего состояния. useReducer работает схожим образом, как работают редюсеры в редаксе. То есть это много-много функций, которые вычисляют маленький свой кусочек состояния. И здесь мы используем hook useReducer, передаем ему редюсер. Это наша функция редюсер. Начальное состояние и init. Это функция для ленивой инициализации. Мы как будто наше новое состояние, если мы хотим его сложно вычислить, то оно будет вычислено как результат функции init от начального состояния. А редюсер это наша какая-то большая функция, где мы вычисляем наше состояние. И его можно скомпоновать из много маленьких редюсеров точно так же, как в редаксе. Потом есть волшебное сочетание useReducer плюс контекст. Когда мы хотим избежать дополнительных callback, прокидывать их через большую вложенность, мы можем воспользоваться useReducer, и он вернет нам одну единственную функцию, куда мы будем прокидывать наше состояние новое, по сути, диспатчить события. И здесь мы передаем наше состояние и куда-то вниз, в наши вложенные компоненты, функцию диспатч. И они туда точно так же, как в редаксе, кидают какие-то события и меняют наше состояние. И тут важно понимать, что если мы используем контекст, state и диспатч нужно передавать в разных контекстах. Потому что функция диспатч не меняется и не приводит к перерисовке. А state, он каждый раз может быть разным и менять наше состояние. У setState и useReducer есть особенности. Они функции, которые они возвращают, setState или что-то там еще, в зависимости от того, как мы назовем наши функции, функции диспатч, они устойчивы. То есть они каждый раз одни и те же. Это будет важно чуть дальше. Они проводят оптимизацию по умолчанию обновлений через ObjectIs. Если мы через useState попробуем передавать туда чиселку, и это наш объект какой-то снаружи передаст точно такую же чиселку, то это не приведет к перерисовке, потому что ObjectIs скажет, эти данные, они эквивалентны. Следующие два хука нужны для того, чтобы использовать побочные эффекты. Один единственный хук, useEffect, он заменяет componentDidMount, componentDidUpdate и componentWillUnmount. Выглядит он очень простым образом. Мы просто внутри функции используем useEffect, и дальше любые побочные эффекты, которые мы хотим использовать, мы помещаем внутри. Он вызывается внутри функционального компонента и говорит, здесь это важно, запомнить, что сделать после отрисовки. Для того, чтобы оптимизировать отрисовку компонентов, этот хук отработает именно после того, когда компонент смонтировался в дом. То есть React не обещает нам, что он будет блокировать отрисовку. И этот хук будет срабатывать при каждом обновлении. Если мы хотим заиспользовать какие-то данные внутри state, внутри нашего побочного эффекта, то мы их запросто можем получить из useState за счет того, что useEffect это по сути функция внутри функции. А как мы помним, что функция, которая внутри другой функции, она может через замыкание получить доступ к тому, что лежит снаружи. И за счет того, что useEffect не блокирует отрисовку, нам иногда хочется, чтобы он работал иначе. Для этого в большинстве случаев нам этого поведения достаточно. И это именно то, что мы хотим получить. То есть добавить наш компонент внутрь дом, и потом в зависимости от какого-то условия что-то обновить. Но если нам нужно заблокировать отрисовку, например, мы хотим дождаться пользовательского ввода или какого-то события, то мы используем useLayoutEffect. Он блокирует отрисовку данного компонента и может позволить нам совершить дополнительные действия. Если мы хотим отрисовать наш компонент по какому-то условию и убрать дополнительные отрисовки, то в useEffect можно передать дополнительный список зависимостей. Они передаются вторым аргументом в виде массива. И по-хорошему туда нужно передавать практически все. Если мы передадим пустой массив, то это будет хук, который сработает только один единственный раз при монтировании компонентов, потому что мы не передали туда ни одного свойства, от которого он зависит. И, следовательно, он будет сработан только один раз. И в этих зависимостях надо указывать вообще все, что используется внутри useEffect, для того, чтобы не было лишних перерисовок, кроме setState и dispatch. Потому что мы говорили ранее о том, что эти функции устойчивы. Они каждый раз одинаковые, и их можно там не указывать. И если мы хотим в useEffect использовать возможность компонент will unmount, то есть выполнить какую-то дополнительную работу по очистке, то мы из useEffect возвращаем функцию callback, которая будет вызвана перед тем, как наш компонент будет вызван снова и выполнит какие-то дополнительные действия по очистке. Также есть два вспомогательных хука. Это useCallback и useMemo. Это мимоизация для функций и для компонентов. Если мы хотим использовать callback и передать его в качестве пропсов, и чтобы наша функция не перерисовывалась каждый раз, когда мы ей передаем новую функцию, потому что каждый раз создаст эта функция заново, получится новый объект и будет перерисовка. Чтобы избежать этого действия, мы можем использовать useCallback или useMemo, который позволяет нам получить мимоизированное значение или какой-то компонент, который не будет перерисован лишний раз. На примере данного небольшого примерчика кода мы используем useCallback и передаем туда стрелочную функцию, которая как-то меняет наше состояние. И если бы мы не использовали useCallback, каждый раз при отрисовке этого компонента туда бы передавалась стрелочная функция, она создавалась бы заново, и он говорил бы, что функция пришла новая, значит, нужно что-то перерисовать. Но в данном случае мы эту функцию мимоизируем, и это значение запоминается, и дополнительных перерисовок не происходит. Точно так же мы можем мимоизировать какой-то компонентик. И в зависимости от условия, value, функция useMemo и useCallback, точно так же как useEffect, принимают список зависимостей в виде второго аргумента. И изменяются только в том случае, когда это значение в списке зависимости изменилось. И тем самым вы можете прямо из коробки на хуках писать тот код, который не приводит к дополнительным перерисовкам. Так же есть хук для контекста, который работает схожим образом. Он возвращает именно объект контекста, у которого есть и провайдер, и консюмер. И вы можете эту штуку использовать внутри вашего кода, а так же с помощью useMemo, например, дополнительно оптимизировать внутреннюю логику, чтобы не переводить, она не приводила к дополнительным перерисовкам при работе с контекстом. Есть два хука для работы с ссылками, useRef и useImperativeHandler. Это интересная история про то, что когда мы работаем с хуками, это по сути функциональный компонент. И мы хотим использовать useRef в двух случаях. Когда мы работаем непосредственно с ссылками, то есть используем его по назначению, либо когда мы хотим эмулировать экземпляр класса. Звучит немножко необычно, сейчас поясню. Мы можем с помощью этого хука использовать стандартное поведение работы с ссылками. То есть мы устанавливаем ссылочку, и внутри потом на какое-то действие, на onButtonClick, получаем элемент по ссылке и вызываем у него свойство current, какой-то нативный вызов, например, focus. Но мы с помощью этой штуки можем эмулировать экземпляр класса. Каждый раз, когда мы вызываем функцию, мы считаем, что как будто у нас создается новый объект, новый объект каждый раз, который отрисуется. Но свойство current, оно сохраняется между разными вызовами функций. И таким образом мы можем немножко схитрить и записать туда какое-нибудь свойство, которое будет сохраняться между вызовами, его использовать. А use imperative handler – это такая история для тех случаев, когда мы хотим пробросить нашу ссылку точно так же, как мы использовали forward ref, но через хуки. И заключительный хук – это use debug value. Это способ использовать какую-то дополнительную отладочную информацию для DevTools. Хук просто принимает значение и отобразит его в DevTools при отладке. Мы также можем туда добавить дополнительную функцию, которая как-то хитрым образом посчитает это значение, и чтобы каждый раз при отладке оно не работало именно так, как укажем мы, а не так, как его посчитает браузер. И все хуки, которые мы рассмотрели, могут использоваться для того, чтобы из них собрать, скомпоновать новый пользовательский хук. Это не что иное, как коробочка уже для встроенных хуков. По соглашению все пользовательские хуки начинаются также со слова use, дальше myhook, и это просто функция, которая внутри себя использует хуки. И сигнатуру, как нам использовать внутри хуки, как передавать состояние, мы выбираем сами. У хуков, как и у самого React, есть замечательная документация на английском, но недавно ее перевели на русский, так что можете читать, наслаждаться. И кроме хуков в React, есть еще вспомогательная API. Это те штуки, которые именно пригодятся вам, когда вы не хотите работать с JSX, а хотите работать с React, как с обычной библиотекой. Это React Create Element, React Clone Element, React Create Factory. Проверить новолинность элементов. И, скорее всего, из этих четырех методов вы видели только первый. Но, тем не менее, когда React используется без JSX, данные штуки используются чаще. И так как у нас свойство Children, оно является не массивом, а таким вот то ли массив, то ли undefined. Для него дополнительно есть специальные методы у React, которые хранятся в React.Children. React.Children.map.forEach.count.only. Это дополнительные методы, которые позволяют вам работать с дочерними элементами, а также метод ToArray. Кроме самого React, есть еще дополнительная библиотека ReactDOM, которая дает нам несколько методов именно для взаимодействия с DOM API. Это классический метод Render, GetRate. По сути, метод Render – это тот самый метод, который вызывается в корне вашего приложения. Вы пишете ReactDOMRender и дальше отрисовываете ваш корневой компонент, который рисует все дальше. GetRate нужен для того, чтобы ваше React-приложение представить в виде строчки и используется для server-side-рендеринга. Дальше есть метод UnmountComponentUnnote, который используется в очень узких случаях. FindDOM элементы, они тоже достаточно специфические. Скорее всего, если вы их используете, то что-то идет не так. Ну и более удобный метод CreatePortal, который именно вынесен из React за счет того, что он использует именно DOM и все остальное. Если вы хотите создать портал, вам именно потребуется ReactDOM. А также есть дополнительная штука React DOM Server. Это уже встроенные функции React для server-side-рендеринга. Там есть четыре функции. Кто захочет поработать с СССР, посмотрите, почитайте. Там много чего полезного. Ну и закончим мы нашу лекцию, немножко освежив в голове наше понимание то, как, собственно, мы мыслим, когда работаем с React. Все наше приложение начинается с того, что мы придумываем дизайн, как эта штука будет выглядеть и модель данных. Какие данные она в себе хранит и как мы их используем. И первый шаг в мышлении в стиле React – мы строим иерархию из компонентов. По сути, мы смотрим на наш дизайн и рисуем прямоугольнички. Каждый прямоугольничек – это какой-то наш компонент. После того, как мы нарисовали прямоугольнички, мы даем им имена. Это будет страничка, это кнопка, это менюшка, это что-то еще. Мы считаем, что каждый компонент выполняет только одно действие. И выстраиваем из них иерархию. Решаем, что в этот компонент будет вложен вот в этот, а в этот – вот в этот. Шаг второй. Мы строим статический прототип. Мы построили нашу иерархию из разных компонентов. И готовим какие-то моки, которые представляют нашу модель данных. И пишем нашу иерархию компонентов, которые в себя принимают вот эти статические данные и их отрисуем. По сути, мы используем поток данных снизу вверх, когда делаем сложный проект. Например, у нас есть большая сложная комплексная страничка. Мы не знаем, сколько у нас всего будет компонентов, и мы можем начать снизу вверх. То есть начать от кнопочек. Из кнопочек собрать менюшку, постепенно делая наше приложение более сложным. А можем сделать сверху вниз. Когда у нас проект состоит из одной формы и одной кнопки, нам гораздо проще сделать целую страничку, на нее добавить форму и кнопку. И дальше, когда мы используем поток данных сверху вниз, мы применяем только props. У нас есть готовые моки, которые отправляют наши данные сверху вниз и рисуем наше приложение. State и жизненный цикл мы откладываем на потом. То есть на втором шаге у нас есть статический прототип приложения, который просто рисует какие-то штучки по заготовленным мокам. После этого нам нужно определиться со State. Нам важно ответить на вопрос, что мы хотим поместить в State. Мы на этом этапе отвечаем на следующие вопросы. Если мы эти данные получаем от родителя, то их в State вложить не надо. Если метод данные все время одни и те же, то их тоже, по сути, в State хранить не надо. И если мы можем эту штуку вычислить на основе props и того, что уже хранится в State, то это тоже не надо вложить в State. В остальных случаях кладем в State. То есть здесь все просто. И на четвертом шаге мы вычислили, что мы хотим положить в State. Важно определить, куда нам поместить сам State. Какие компоненты сделать умными, а какие сделать глупыми. То есть оставить глупыми, которые будут только отрисовывать, а умные компоненты будут знать про State. И в этом случае мы находим все наши компоненты в иерархии, кому нужен определенный State. Находим у них общего родителя, ну и, соответственно, кладем State туда. Если общего родителя у них нет, то мы его создаем. И на пятом, на заключительном шаге мы думаем об обратном потоке данных. То есть здесь мы отправляли данные сверху вниз от родителей к потомкам через props и как-то через State. В данном случае мы определяем, что и где должно изменяться, и прокидываем обработчики через props, сверху вниз. От умных компонентов к глупым эти обработчики могут как-то изменять State. И по сути каждый раз, когда внутри глупого компонента мы вызываем обработчик, который меняет State, компонент внутри родительский умный, который про этот State знает, он этот State изменит и вверху по цепочке обновит все нужные компоненты. Что осталось за кадром? Во-первых, это Redux и всякие дополнительные библиотеки, которые потребуются для того, чтобы единым образом работать с состоянием. Потом это React Router. Такая история. React – это же по сути SPA, Single Page Application. Мы зашли на страничку, у нас один и тот же URL, и там происходят разные действия. Но мы, например, хотим, чтобы по URL какое-то отображение менялось или что-то еще. React Router эту историю решает. А также сервер сайта Rendering. Об этом мы поговорим более подробно во второй части. Сейчас у нас небольшой перерыв, и дальше мы продолжаем. Спасибо. Спасибо.